В Ульяновске сегодня стартовал седьмой по счету международный форум «Россия – спортивная держава». Развернулся он в нескольких точках областной столицы, но главной базой стала «Волгоспорт-арена». На масштабные события приехали представители регионов практически со всей России, а также федеральные гости. Министр спорта Павел Колобков, полномочный представитель президента в Привозском федеральном округе Игорь Комаров и другие. Подробности с открытия у моих коллег. Можно констатировать, что форум «Россия – спортивная держава-2018» стартовал. Основные мероприятия в эти минуты проходят в «Волгоспорт-арене». Здесь развернута выставка, на которой представлена экспозиция различных спортивных организаций, а также ряда регионов. Ну и почетные гости, среди которых министр спорта Павел Колобков, знаменитый в прошлом спортсмен, Владислав Третьяк, Александр Карелин, губернатор Сергей Морозов дали старт мероприятию. Далее началась работа по площадкам. Гости могли увидеть экспозицию того или иного региона или той иной организации, также принять участие в различных заседаниях и круговых столах. Ну а на площадке Ульяновской области состоялось подписание двух соглашений. С Федеральным музеем спорта, его руководитель Елена Истядина Елисеева давно сотрудничает с нашим регионом. Ну а второе соглашение связано с проведением футбольных соревнований, с Российским футбольным союзом. И губернатор Сергей Морозов, а также руководитель эфирской организации поставили свои подписи под соглашениями. Ну а до мероприятий, которые проходят в «Волгоспорт-арене», Сергей Морозов провел встречу с руководителями ряда российских регионов. И в частности с Удмуртией и Мурманской областью были подписаны соглашения о сотрудничестве. Нужно сказать, что руководитель Удмуртии Александр Бричалов, сам человек, в общем-то, для которого спорт не пустой звук, он приезжал уже в Ульяновск в качестве участника соревнований по заплыву через «Волгу», например. И об этом он тоже говорил в своем выступлении. Россия в части каких-то спортивных традиций, спортивных мероприятий абсолютно самодостаточная страна. Нам, на мой взгляд, нужно как раз-таки сделать акцент на развитие не только профессионального спорта, но и в первую очередь на развитие любительского спорта. В Мурманской области замечательно есть трейловый старт. Это все то, это все экономика. Мы годами тысячи людей вывозили деньги за рубеж для участия в любительских соревнованиях. Запрос на это очень большой. Наконец-то это стало развиваться в России. Ну а Марина Ковтун, одна из немногих женщин-губернаторов, руководитель Мурманской области, говорила о том, что пусть наши регионы разные, пусть они находятся достаточно далеко друг от друга, но тем не менее Ульяновской области и Мурманской области есть над чем работать совместно. Не только этот опыт Ульяновской области стоило бы перенять. У вас очень хороший опыт есть в культурно-социальной сфере и во многих других. Вы знаете, межрегиональное сотрудничество приобретает все большее значение в нашей стране. Страна огромная, субъекты федерации разные, расположены друг от друга на достаточно большом расстоянии, но тем не менее северные территории во многом зависят от территории южных. Почти 90% продуктов питания у нас завозится из других регионов, в том числе и из Ульяновской области.